В Хабаровском крае идет подготовка к празднованию 74-й годовщины Победы. Традиционно на площади Ленина пройдет парад войск, его репетиции начнутся с 24 апреля, и также на 9 мая запланирована церемония возложения венка и цветов к вечному огню и артиллерийский салют. Весь день в парковой зоне стадиона Ленина будет проходить демонстрация образцов военной техники, вооружений на площадях и в парках города Хабаровска пройдут концерты. Ну и конечно, 9 мая десятки тысяч людей примут участие в шествии бессмертного полка. В этот день абсолютно каждый желающий может пройти в памятной колонии с портретами своих родственников, участников боевых действий, тружеников тыла, а также участников локальных конфликтов. Организаторы ожидают, что только в Хабаровске в акции примут участие не менее 50 тысяч человек. Уже начался инструктаж добровольцев, волонтеров Победы. Они будут сопровождать колонну, а также обеспечивать в случае необходимости первую медицинскую помощь. Стоит отметить, что жители нашего региона всегда принимают активное участие в шествии бессмертного полка. Как присоединиться к этой акции памяти и как подготовиться к шествию, об этом расскажет Татьяна Михайлова, заместитель руководителя регионального отделения «Бессмертный полк России» в Хабаровском крае. Доброе утро. Доброе утро, Татьяна. Ведь Хабаровск же не единственный город и населенный пункт нашего края, где проходит акция «Бессмертный полк». Где еще, в каких населенных пунктах? По Хабаровскому краю во многих населенных пунктах и городах края проходит эта акция. Комсомольск, Амурск, все города, которые есть в крае, абсолютно во всех городах. Также мелкие, вроде бы маленькие поселения, везде проходят акции «Бессмертный полк». Люди выходят с портретами своих родственников, желают почтить память, вспомнить этот день. Причем с каждым годом число участников в разы увеличивается, да? Да, с каждым годом участников становится больше. Если в 2015 году было 3000 участников, в 2016-2017 году уже было более 50 тысяч участников, это я говорю о городе Хабаровске, в нашей краевой столице вышло более 50 тысяч человек. По краю более 130 тысяч участвовало в акции. Что нужно сделать, чтобы принять участие? Нужно подавать куда-то заявку заранее или как? Абсолютно свободное участие. Приходите в 9.30, построение начинается в 9.30, участвуйте в шествии, приходите с портретом своего ветерана-участника и принимаете участие. Никакой регистрации, никаких заявлений писать не надо. А колонны формируются, то есть волонтеры подскажут, куда, где вставать, в какой очередности. Да, да, да. 9 мая, 9.30, парк имени Гайдара. На экранах как раз информация, можно, если что, записать или записать номер телефона, обратиться. Но все-таки готовится как-то надо к акциям. Да, конечно. Акция подразумевает под собой прохождение с портретом своего ветерана, своего близкого члена семьи. Для этого все-таки желательно подготовить портрет. Вот какие-то требования есть к этому портрету? Размер, внешний вид? Четких, каких-то строгих требований нет. Но есть пожелания, уже опыт там выведены, да, какие-то размеры. Это А3 формат. А3 наиболее удобный формат, потому что есть… То есть это два листа А4, получается. Да, да, два листа А4. Формат наиболее удобный с той точки зрения, что если мы берем больше, мы все-таки закрываем рядом идущих. Если мы берем формат меньше, то он теряется. А на что укрепить лучше? В руках нести или как? В руках нести можно, но не особо удобно, потому что маршрут прохождения довольно-таки длинный, идти долго. И мы предлагаем все-таки портрет на какую-то подложку закрепить и на ручку. То есть не первый же раз проходит акция, я думаю, уже опыт накоплен, накоплен приличный опыт изготовления. На что, на какую подложку? Чтобы подложка была с одной стороны прочной, но с другой стороны легкой. И как правильно закрепить ручку, за которую ты держишь этот портрет? Наиболее удобный вариант – это полиуретановая подложка и также полиуретановая трубка. Она прочная, полая, но легкая при этом. Удобно, можно держать удобно. Крепить, если вы заказываете где-то в полиграфических компаниях и вам оказывают помощь, то там, конечно, это все уже отработано у людей. Если самостоятельно, ну, я думаю, саморезы все-таки какие-то, шурупы тут. Просто на клей не получится приклеить. Если говорить о маршруте следования бессмертного полка, он будет таким же, как прошлые годы? Да, маршрут сохранен от площади Ленина до площади Славы. На площади Славы возложение венков. Это какое расстояние? Так, примерно. Примерно, несколько километров, да? Да, просто хочется сориентировать людей, все-таки придется идти, и там же идешь не совсем много. Я расстояние здесь могу сказать в минутах. В минутах, хорошо. Мы по времени определяем, это 40 минут идти. Но все-таки человек должен, видимо, подготовиться, потому что не только молодые люди пойдут, но и люди пожилого возраста поднесут эти портреты. Как подготовиться? Воду с собой взять, что-то еще? Да, желательно все-таки с собой иметь небольшую бутылочку воды, потому что идти долго. Как правило, 9 мая у нас к этому времени уже солнышко светит, жарко. Все-таки, чтобы водичка с собой была. Мы просим одевать удобную обувь. Вроде так кажется, от площади Ленина до площади Славы расстояние небольшое. Но мы идем, колонна движется в определенном темпе. Быстрее мы пойти не можем, да? Мы идем все в определенном темпе, поэтому все-таки желательно иметь удобную обувь, удобная одежда, чтобы было комфортно идти. Если кто-то понимает, что тяжело будет идти 3 километра, он может присоединиться уже потом, попозже, например, к этой колонне? На каком-то этапе. На каком-то этапе, на Комсомольской площади, например. Присоединиться в саму колонну нет в шествии. Все-таки это в целях безопасности. Мы предусмотрели такой вопрос, и людям говорим, что, пожалуйста, подходите к началу построения. И если вы хотите участвовать непосредственно в самой колонне шествия, то все-таки надо участвовать в самой колонне. Или можно присоединиться в самом начале, а потом уже отойти. Да, присоединиться в самом начале. Если вы устали, или по каким-то причинам другим вам надо покинуть колонну, вы просто спокойно отходите. Всегда волонтеры. Волонтеры у нас проинструктированы по этому вопросу. Помогут. Кстати, да, вот как раз-таки в чем роль волонтеров, которые принимают участие в шествии? Главная роль волонтеров – это обеспечение самого шествия, организационные моменты. Дать информацию нужную, где-то сориентировать, и, возможно, кому-то плохо. У нас тут много бывает нюансов. Волонтеры знают, где находится скорая помощь, где находится вода на экстренный случай, как человека правильно вывести из колонны, как ему помочь выйти, на каких перекрестках. Это все волонтеры знают. А еще нужны волонтеры? Или уже в состав? Набор волонтеров идет, проходит обучение. Набор – это мы еще не закрываем. То есть по тем телефонам, которые сейчас на нашем экране, 94-45-10, те, кто хочет еще стать волонтером, могут позвонить и обратиться. Да, конечно. Ну и вообще, если какие-то вопросы по поводу участия в акции остаются, также можно позвонить по этим телефонам. Но общая информация такая. Напомню, в 9.39 мая все желающие абсолютно принять участие в акции «Бессмертный полк» собираются в районе парка имени Гайдара, и оттуда и начнется шествие. Напомню, начинается шествие именно там, и дальше влиться в ряды шествия уже будет… Ну, уже просто не получится. У нас в гостях была Татьяна Михайловна, заместитель руководителя регионального отделения «Бессмертный полк России» в Хабаровском крае.